Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 172 из учебника математика 6 класс Вилен Кинжоха. Давай откроем учебник и прочтем условия задания. Сравните. И даны дроби. Ну что ж, переходим к первой дроби. Итак, я их сразу запишу. Итак, давай смотреть. 5 девятых и 7 девятых. Как нам сравнить? Для этого нужно помнить, что означает числитель и что означает знаменатель. Итак, смотрим. Знаменатель нам показывает, на сколько частей было разделено целое, а числитель, сколько таких частей взято. Итак, если у нас на одинаковое количество мы разбивали целое, на 9 частей, только здесь взяли 5 таких частей, а здесь 7. Ну что будет больше? Конечно же, 7 девятых. Поэтому мы ставим знак, что это больше дроби, да, а это меньше. Смотрим следующее. 1,3 и 5 восьмых. Тяжело понять, потому что есть здесь 1 целая. С одной стороны, логически мы с вами можем сказать, что если здесь 1 целая, а здесь нету целых, то, конечно же, это будет больше, потому что здесь уже есть целая. Но с другой стороны, мы можем 1,3 восьмых привести к неправильной дроби, да, когда числитель больше, чем знаменатель. Итак, запишем, что 1,3 восьмых – это 11 восьмых. Ну и в любом случае, вот это уже будет больше, да, потому что на 8 частей поделили, но здесь взяли только 5 частей, а здесь аж 11. Но опять-таки, это как второй вариант. Еще раз говорю, первый вариант – это то, что здесь на 8 частей поделили и 5 частей взяли, а здесь взяли 1 целую и еще плюс 3 таких части, то в любом случае это будет больше. Так, смотрим дальше. 14,5 здесь уже, скажем так, без того, чтобы перевести в неправильную дробь не обойтись, потому что здесь уже неправильная дробь, да, если здесь была правильная и все понятно, то здесь неправильная. Итак, переводим 2,4 в неправильную дробь, будет 14,5. Как мы это делаем? Напоминаю, мы целую часть умножаем на знаменатель, то есть 2 умножить на 5, на сколько частей делим, да, получается 10 и плюс еще сколько частей у нас было? У нас было 4. 10 плюс 4 – 14. Здесь 14,5 и здесь 14,5. То есть мы ставим знак «равно». Вот и все, на этом задание выполнили. Перейдя по ссылке в описании на наш сайт, ты можешь решить самостоятельно похожее задание и получить за это баллы. А каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк, кто не подписан, обязательно подписывайся на наш канал. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под этим видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.